Ежегодно 5 октября все говорят спасибо и низко кланяются представителям одной из самых почетных и ответственных профессий на земле. Людям, от работы которых зависит будущее нашего общества. Отдавая дань уважения гесногорским преподавателям в Доме детского творчества прошла торжественная церемония чествования. В актовом зале собрали все представители системы образования, действующие работники и ветераны педагогического труда. Искренние поздравления, крепкого вам здоровья, благополучия вашим семьям, большего достатка, чем вы имеете сегодня. Я надеюсь, все будет хорошо. Все-таки что-то должно измениться. Оно меняется и должно измениться к лучшему. Поэтому с наступающим вас праздником. Всего вам самого наилучшего. Лучшие представители сферы образования из рук почетных гостей получили благодарственные грамоты и цветы. Поздравления, адресованные учителям в этот день, не смолкали. Слова благодарности звучали особенно искренне и трогательно. Я выражаю огромную благодарность всем вам, наши дорогие, замечательные, творческие и сердечные педагоги, за ваш труд и вклад в становление и развитие системы образования нашего города, которой мы поистине можем гордиться. Осуществляя образовательную деятельность, учителя в буквальном смысле слова вкладывают душу в своих воспитанников. Простая передача знаний не сама цель образования. Главное – вырастить личность и гражданина. Образование – это одна из тех систем, которая должна стоять не только учить детей, но и воспитывать, и что-то давать для души, для ума, для сердца. Я надеюсь, что в нашем образовании достаточно хороших педагогов, которые сделают это, и все будет у нас хорошо. День учителя – это очередной повод вспомнить и обратить внимание на нелегкий труд преподавателей, выразить им признательность за обучение и помощь в воспитании детей. Ведь часто только благодаря талантливым и чутким школьным гуру вчерашние двоечники начинают тянуться к знаниям, открывают в себе новые способности и развивают свои таланты. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ